Игорь Моисеевич Игорь Моисеевич, здравствуйте. Это вас беспокоит телеканал ИТОН-ТВ из Израиля Александр Гурарье. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, слышали, что результат вашей публикации, ваших стихов вызвал неоднозначную реакцию в Израиле. Да, да, да. Вы знаете, давайте мы дождемся, когда я, так сказать, в следующей моей колонке, там будет ответ на это. А 9 марта я возвращаюсь, буду здесь до мая. Так что... Вы знаете, я вам скажу, что я просто... Вот вы просто... Ваш коллега... Это какой коллега? Это телеканал ИТОН-ТВ. Давайте так, давайте я вот 9 марта возвращаюсь. То есть вас неправильно поняли? Нет, нет, нет. А давайте мы дождемся, когда выйдет этот ответ. Это будет сейчас моя колонка, следующая колонка будет. Ну, соответственно, субботом. Ну, вы не можете проанонсировать? Да, это было... Ну, это, значит, что я не был такой литературной провокацией, значит, в которой появились, в общем, такие... Ну, в общем, люди, так сказать, без, как бы, четко выраженного чувства юмора, которые... Для которых позиция автора и его величества героя, когда они совпадают. На самом деле, это далеко не так. То есть, допустим, вы читаете Зовченко, вы там, или там, не знаю, там, где вот эти люди, значит, они не совмещают в его рассказочках, написанных от первого лица, не совмещают автору своего, вообще-то жабалакового персонажа. Так ведь, наверное, да? Ну, я думаю. То есть, это была сознательная провокация, или вас не поняли? Это была провокация. Безусловно, конечно, я решил так гусей подразнить немножко. Ну, ничего страшного. Гуси на той гуси, чтобы подразить. Это я просто хочу сказать, что, значит, вот, если наши страны, там, и Россия, и Израиль, и мои страны, значит, они достаточно, конечно, похожи во многом. Но вот если в России, ну, как это сейчас сформулировал, там, двигают, дураки и дороги, то в Израиле дороги очень хорошие. Дураки были, дураки были, если израильские, что русские, и более-менее динокруйся. А как же трехэтажный дом в Хайфе? Не жалко продавать было? Что-что? А трехэтажный, конечно, не жалко у вас что делать. Ну, если я, вы понимаете, если вы воспринимаете серьезно, что я пишу в одной строке, значит, я там кормил по бараку в шеи, то у них, а тремя строками ниже пишу, что я подкладывал, значит, вилу и трехэтажный дом, он не возникает, а просто отчество вмешивается, да? То есть они все это воспринимают за чистую монету. Ну, что с такими делать? То есть, а это было лирическое преувеличение, да? Ну, как, это было лирическое преувеличение, но если я ориентируюсь, как бы нормально, то я именно идиот. Понятно. Итак, пока нам ясно только одно, что, по мнению Игоря Иртенева, израильские читатели страдают отсутствием чувства юмора и, скажем так, не совсем умны. По приезду в Израиль Иртенев обещал посетить нашу студию и рассказать все, что он по этому поводу думает. Ну, что ж, ждемся! Субтитры создавал DimaTorzok